Hey guys, how are you doing today? What's up with you? Как ваши дела? Что у вас новенького? Сегодня мы с вами поговорим о разнице между may have been and might have been и как вы можете их использовать. Вот здесь вот я для вас написала тоже вот похожие как бы конструкции. Похожи они тем, что вот в этой части используется то, что в русском языке мы используем как частичку вы, да? Например, когда мы говорим I can, я могу, I could, я могла бы. Когда мы говорим I will, I will do it, я это сделаю. А когда вы говорите I would do it, это значит я бы это сделала. I would do it good, я бы это сделала. Хорошо? Если бы делала, да, потому что здесь мы мечтаем. Когда мы говорим shall, I shall write you, я тебе напишу. Либо I should write you, я бы тебе написала, или здесь еще есть другое значение, мне бы стоило тебе написать, да? Ну, это уже про should, это просто отдельная тема. И когда мы говорим may, вы должны понимать, что всегда, в любом случае, в английском языке это говорит о какой-то возможности. То есть, возможно ли мне войти? May I come in, да? Мы просим вроде как разрешение, да? То есть, есть такая возможность? Можно войти, да? Возможно. You may come in, да? Might – это уже когда мы говорим о мечтании. То есть, я мечтаю. I might come in, я могла бы и войти. Well, they might let you in. Они могли бы тебя впустить, да? То есть, вот такая вот между ними и разница. Когда мы говорим о фразе may have been, то мы, конечно, смотрим на have been, потому что мы видим, что это уже свершенное действие, оно уже свершилось, оно уже закончилось. И мы можем сказать we have been in love. То есть, love finito, как говорят итальянцы, закончилось, да? Но we may have been in love. Возможно, мы и были влюблены. We may have been in love говорит о том, что, возможно, это была любовь. Я, конечно, не уверена. Ну, такое тоже бывает. Я не знаю, что это было, как бы. Но it may have been love. Возможно, это была и любовь. Но we may have been in love. Мы – возможно. То есть, как бы, можно сказать, 50 на 50, да? То есть, it may have been love. Возможно, это была любовь, потому что, ну, все признаки были, да? It may have been. We might have been in love. Здесь уже вероятности меньше, потому что might – это, ну, как бы, ну, допустим. Допустим, мы были влюблены, да? Ну, вот, может быть. We might have been in love. But who knows? Ну, кто знает, да? Ну, вот как-то, как-то так. Ну, бывает в жизни разные ситуации, бывает. Еще другой вариант – это, когда мы говорим this has been good, да? Здесь, видите, я вам написала has, который поменялся, потому что, например, we have been или, да, we have been, здесь, получается, have мы не поменяли. Даже если бы мы сказали it has been, да, здесь бы has менялось, да? Но в данном случае, когда вот мы говорим we may have been или we might have been, may и might выступают основным глаголом. То есть здесь основной глагол have, и здесь основной глагол has. Поэтому мы его поменяли. А здесь мы не меняем have, да, на has. И поэтому вот это у нас как бы основное. А здесь мы уже have поменяли на has. This has been good – это было хорошо, это констатация факта, это было хорошо. Или же мы можем сказать it was good, да, это было хорошо. Но здесь мы уточняем, что действие свершилось, да, this has been good, it's finished, finito. This may have been good – ну, здесь вот if я написала, но здесь больше подходит might. Я вам просто if написала, чтобы вы увидели вот немножко разницу такую, да. This may have been good – то есть я допускаю. И это, скорее всего, так и было. Вот may, оно все-таки дает вот такую краску, что это возможно, вероятно. Так оно и было. This may have been good. If, ну, и вы можете дальше продолжить или if, или but, и что-нибудь еще такое вот, как бы, передать какой-то смысл, вот сомнение. Это могло бы быть this might have been good. Если, здесь тоже можно использовать if. Это было бы хорошо, если бы было какое-то что-то, да. То есть здесь уже будет условие, потому что вот это все-таки более вероятно, что так оно было, а это, ну, менее вероятно, но шанс такой есть. Шанс такой есть, что было все-таки хорошо. But, но и так дальше. I'm not sure, я, конечно, не уверена, не знаю наверняка, да, как вот мы скажем, я точно не знаю, мы скажем на английском I'm not sure, but I may have seen him yesterday. Здесь, конечно, вот фраза, когда, возможно, я его видела вчера, то есть я встретила какого-то человека, да, я его видела, но я не уверена, кто это был, да, то есть, может быть, мне показалось, и я говорю, что I may have seen him yesterday. Возможно, это был и он, и я более склонна к тому, что, ну, наверное, ну, давай не будем, как бы, думать, что это был не он, но, скорее всего, я его и видела, да. Здесь еще можно добавить, как бы, скорее всего, I may have seen him yesterday. But I'm not sure, но я не уверена. Но еще вы можете, наверное, красочнее все-таки сказать I might have seen him yesterday. This might have been him. This might have been him. Есть такая вероятность, что это был он, но меньше вероятности. Если вы скажете this may have been him, это, возможно, был он, то здесь, конечно, у вас будет больше вероятности. Это вот я как-то больше уверена в этом, да, когда говорю may. Еще могут быть такие вот варианты, когда вы вот где-то путешествовали, да, и вы общаетесь со своим другом, говорите ему, что возможно, я и была в твоей деревне, а как именно она называется, да, I may have been in your village. What's the name of it? Потому что я путешествовала по всей стране, я заезжала и туда, и сюда, и здесь, и там была, и вот то, что ты рассказываешь о своей деревне, да, оно как-то напоминает мне то место, где я была. И вы еще скажете I may have been in your village. So, what's the name of the village you live in? What was that? I may have been there. Well, this is cool. I have been in your village. I may have been in your village. That, this is really great. Либо вы можете сказать, что вы просто были, например, во Франции, да, вы путешествовали где-то по Франции, и вы скажете I might have been in your village. Вы тоже можете в данном же случае использовать тоже might. Я, возможно, была в твоем, в той деревне, но видите, здесь чувствуется, что вероятности, я даже не столько говорю о вероятности, сколько, ну, возможно, я и в твоей деревне тоже побывала, да, то есть краски здесь другие. Если вы, например, были в Мадриде, в Прадо-музее, да, и вы смотрели разные картины, потом вот вы с другом или подругой обсуждаете какую-то отдельную картину, и вы говорите Well, I remember there was this painting that looks like your description. Я помню, что вот была там, была там картина такая, которая похожа на твое описание, да, This may have been it. Это, возможно, вот вполне вероятно, что это и была та картина, о которой ты говоришь, да, тогда вы используете This may have been this exact painting, да. А если вы скажете Well, I might have seen it because I've seen many paintings, ну, возможно, я и видела эту картину, ну, наверное, потому что я много картин повидала, да, там в галерее, ну, просто их там очень много, поэтому не могу точно сказать, But I might have seen it, but I'm not quite sure, I don't remember, да, то есть вот здесь вот окажется такая ситуация, что вы не помните, видели вы или нет, а здесь вы помните, что была вот какая-то картина, и, возможно, это была как раз она. Видите, какая разница? Вроде как тонкость такая, в английском, в русском языке вы скажете, ну, возможно, я и видела эту картину, да, и вы не сможете передать одним словом возможно вот эту вот краску, да, то есть в этом есть глубокая разница, и вот в таких вот деликатных-деликатных ситуациях вы можете использовать одну из вот этих вот конструкций, и видите, меняется значение, то есть I may have seen this painting, то есть, о, у меня вот в образе есть какая-то картина, которую вот я там видела, да, и, наверное, ты говоришь именно о той картине, да, а здесь просто I might have seen, но здесь тоже, видите, возможно, this might have been exactly that painting you are talking about, здесь тоже можно использовать эту фразу, но чуть-чуть разный образ получается, который вы передаете вашему собеседнику, так что вот такие вот фразы у нас сегодня, вот так вот вы можете украсить свой английский и различить, какое именно слово вы хотите использовать, вот, и таким образом вы снова еще чуть-чуть обогатились, обогатили свой английский, и я вас с этим поздравляю, и желаю вам прекрасного дня, и мы встретимся с вами в следующем видео, а пока что я с вами не прощаюсь, до скорой встречи, Bye-bye! Субтитры сделал DimaTorzok